Александр Артамонов. Книга «Бесправо на возвращение. Исповедь разведчика». Приобретайте во всех магазинах страны. Прибытие в условиях сложившейся на Ближнем Востоке делегации Хамаса на территорию Российской Федерации и встреча с ним наших представителей власти означает только одно. Это демонстративный политический шаг, который определяет отношение России к ситуации в Израиле. В зоне арабо-израильского конфликта. Израильтяне, кстати, высказали свое... Они абсолютно... Да, естественно. А как могло быть иначе? То есть это однозначно. Мы признаем Хамас политической, законной силой. Мы их признаем. Мы можем пока это не декларировать. Но сам факт того, что мы их приняли и с ними обсуждали будущее, это означает, что мы говорили с той силой, которая способна участвовать в формировании этого будущего. Это принципиально. Естественно, у нас здесь есть посольство Фатх. Я думаю, вы знаете, да? Посольство Палестины – это как раз Фатх. И надо иметь в виду, что Фатх и Хамас – это конфликтующие силы. Вообще-то Хамас создавался как те радикальные движения в противовес Фатху. И в создании Хамас большую роль сыграли, кстати сказать, израильские службы. И американские службы. Хамас вырос из братьев-мусульман. Братья-мусульмане созданы были Британией. Поэтому это оттуда идут корни Хамаса. Но, как всегда, в таких случаях бывает, значит, созданное творение одно время работает на хозяина, а потом через какое-то время начинает работать само. Оказавшись в том положении… Полицы из-под контроля? Отчасти. Но то, что сейчас… Я уже сказал, говорил свою позицию. И я встаю на этой позиции. То, что сейчас атака Хамаса, она была инспирирована со стороны западных спецслужб, и в том числе и израильских, по крайней мере, путем того, что они не принимали никаких мер. Уже многие замечательные выступления Кати Гордоновой, я слышала, там она просто поражалась, как это так, сверхмощная служба, ничего не видела, не слышала. Сверхмощная армия, которая стоит на границе и сдерживает это, вдруг все пропустила, ничего не увидела, ничего не заметила, и какие-то боевики на мотоциклах спокойно ворвались, захватили штаб. Сказки бабушки арены. Боевики сели на самолет, прилетели в Америку, врезались в башню. Да, боевики, да, захватили, сели в самолет спокойно там. Вот, научились летать на этих самолетах для начала, вообще-то говоря, для начала. Хотя бы управлять самолетами научились. И никто этого не замечал. Вы считаете, то, что мы их приняли, это ошибка? Так вот, секундочку, нет, это не ошибка. Это демонстрация российской позиции. Вот, и в условиях, когда Израиль, при том, что мы старательно старались делать, не замечать многие откровенно недружественные жесты израильского руководства в отношении России, вот, начиная с... Просто вот, я на этой позиции стоял и стою. Кому-то покажется это странно, все. Самолет, помните, был сбит, Л-22? Написали, записали, что это виноват, значит, вот, какой-то зенитный ракетный комплекс, и С-200, уже далеко был сбит, вот, все прочее. Если бы С-200 применен был по этому самолету, то пилотам бы уже не пришлось бы говорить. У С-200 боевая часть 250 килограмм. Вот, пилоты же искают, у них что не горит, движок туда-сюда, вот. Они еще и переговоры вели какие-то, а потом самолет упал. И они собирались вообще приземлиться. Ну, понятно, что это возможно в единственных условиях, в самом случае, если этот двигатель... Он говорит, что отдельный двигатель горел. Если бы там был взрыв даже в стороне вот этой боевой части, горел бы не один двигатель, а как минимум несколько, был бы посечен корпус, этого ничего не было. Это был удар ракеты с маленькой боевой частью, не 250 килограмм. Такой ракеты могла быть только ракетой Сайдвиндер, у нее боевая часть 9 килограмм. Вот, с израильского самолета больше ничего. И тогда понятно, почему сбили этот самолет. Ну, представьте себе, что ИМ-22 приземлился, а там обломки и очевидное поражение зенитной ракетой Сайдвиндер. Значит, что? Израильтяне применили, потому что риски самолетов не было. Значит, надо было уничтожить свидетелей. Их уничтожили, израильтяне. Вот, и сейчас то же самое. Удары по Алеппо, удары по Дамаску. Жесты очень недружественные. Просто прямая агрессия против Сирии. Вот. А у нас в Сирии договор есть. И согласно этому договору, по идее, должны были бы сбивать израильские ракеты и самолеты. Мы этого не делаем. Вот. То есть нас с Израиль ставит тяжелое положение. Поэтому в этих условиях... Да, кстати, мы закрывали глаза на то, что Израиль систематически бомбит Сирию. Там якобы вот эти самые... Хамас, Хизбалла там действуют иранские прокси. То есть в этих условиях наша демонстрация нашей позиции очень правильная. Тем более, что... Это ознакомительный фрагмент. Полную версию смотрите на нашем премиум-канале по ссылке в описании.